Можно? Давайте переберем, капитан. Переберем. Давай. Три-четыре. Оп. То есть, капитан. Капитан. Все. На правах капитана я обновляю следующую миниатюру. Миниатюра называется интервью с американским народом накануне выборов. Пожалуйста, ребята. И начнем сразу с главного вопроса. Скажите, за кого вы будете голосовать? Ну так, ха-ха. Это же превращающий будет голосовать, что там победа Викториаса. Не понял. Ну, у вас два кандидата, так? Да? Маккей и Обама. Ха-ха, Обама, это же так. Ну и за кого вы будете голосовать? Так их же двое. И вот так за них и будем голосовать еще. Но выбрать нужно одного. А-а-а. Ха. Ммм. А-а-а. А почему? Ну, понимаете, в Америке один президент. Нет, а чего? Вам много. А сейчас один. Нет, сейчас один. И что у вас у него голосовать? Он один сидит там. За этого, который сидит, уже голосовали тогда. А сейчас голосуем за будущего президента, который будет один после того, как сейчас так. Ясно? А-а-а. А-а-а. Нет. Два кандидата. Или Маккейн, или Абаму. Так. Или республиканец, или демократ. Или пицца, или бигмар. А-а-а. Ха-ха. Бигмар? Давайте на следующий вопрос. Вы мне ответите, да или нет. Окей. Не окей? Да или нет? Да. Вы за Абаму? Да. Вы за Маккейна? Да. Что вы сказали, отвечать только дали или нет. Я отвечал. Что? Представьте, что у вас две подруги. Вау. Так вот, жениться, жениться. Вы можете только на одной. Почему? Та-а-а-а. И на выборах то же самое. Или Маккейн, или Абаман. А-а-а. Сейчас я понял все. Сейчас все понял. Ага, ага. Окей. Ага. Меж ты. Мне подруги. А кто эти клубцы? Так вот это вам и нужно решить. И от вашего решения зависит тот, кто победит. Послушайте, у нас демократия, да? И каждый, я говорю, каждый имеет право на свое мнение. Вот. Но победиться должен один. Короче, братан, я понял, ты ничуть не понимаешь в демократии, да? Чего я вообще с тобой разговаривал, Дикторова? Давай так, вот по звуке, да? Вот где дверь, вот тут. Не, лучше ты. Гони, ты как он был. И сразу с места в ходе. В Эстонию пришел быстрый интернет. Состоял немного и ушел. К скорому поезду и быстрому объявлению. И еще в Прибалтике. Специально для эстонцев метод 25-го кадра был адаптирован к методу 8-го кадра. После чего американцы решили не слабиться и вставили надписи «Див Макдональдс» в каждый кадр. И еще немного объявлений расскажет нам собственный корреспондент Анатолий. Анатолий? У нас кажется какая-то проблема со связью, извините. Да, Алексей, я на связи. Анатолий, расскажите, пожалуйста, об Олимпиаде, которая сейчас проходит в Эстонии. Какие виды спорта включает она в себя? Анатолий? Анатолий? Анатолий, у нас вновь проблемы со связью. Да, Олимпиаде, которая проходит в Эстонии очень интересно. Прежде всего тем, что в ней принимают участие только эстонские спортсмены. Другие просто не укладываются в нормативы. Трудно пролежать 100 метров, музыка и 70-ых часов. Вы хотели сказать секунд? Анатолий? Да. Я, так понимаю, вновь проблемы со связью. Да. А Алексей, вы не даете мне говорить. Я хочу сказать, что я говорила. Просто выставка. Спасибо, Анатолий, за задержательный репортаж. К сожалению, время нашего эфира не резиновое. И мы переходим к следующему. Сейчас для вас выступит носитель фольклора, возбудитель хорошего настроения и переносчик юмора, главный украинский район Израиля, Завкир Калпасюк, со своими комическими гублянами. Встречаем! Ты казала, днём решён, И не днём, днём гаём, Я нашёл, Днём, 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 Возьми, вieni, Возьми, виви, вила, Возьми, виви, володь, Возьми, вон, днём, Выпикаёчня. Ты казала, днём жени, Идти в грудь купоколе, Я пришёл, а там нугли, Все хирурги воскали. Во-возьми, виви, вновь, Возьми, виви, в Passage, Виви, вновь, вновь, Взьми, виви, вновь, Продолжение следует... Продолжение следует...